Осень богата на щедрость красок, но тем не менее хладнокровно горда. Но вместе с самоуверенностью города и его великодушием в Харькове царит полная идиллия. С вами Светлана Удачина и «Театральная жизнь». На открытии сезона в Театре кукол в спектакле «Мастера Маргарита» Владимир Михайлович Горбунов тонко подметил. Великая драматургия, она всегда великая. Гоголь велик, Чехов велик, Булгаков очень велик и до сих пор не поздно. Он не рекомендует ставить «Мастера Маргариту», но он так притягивает, он всегда современен. И действительно, сначала «Театр кукол» открывает свой 75-й сезон постановкой Михаила Афанасьевича, а после к нам в гости приезжает сослуженный деятель искусств Украины, кандидат искусствоведения, профессор кафедры театрального искусства в самом Санкт-Петербурге, Петр Иванович Коврилюк, со званием «Лучший кот-бегемот мира». Ну не мистика ли? Конечно, мы не упустили возможности поговорить с Петром Ивановичем. Но сперва обратимся в наш театральный архив. Петр Иванович получил образование в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Вначале актерское, потом режиссерское. Четверть века посвятил Харьковскому театру «Кукол» имени Афанасьева, в котором создал более 170 образов. Не сложно заметить Петра Гаврилюка и на телевидении. В телевизионных проектов и в качестве исполнителя на многих центральных каналах Украины и России. Что касается «Кота-бегемота», то на фестиваль в Киеве каждый год там проходит фестиваль Михаила Афанасьевича Булгакова. И вот в 2004 году перевезли 20 стран одно произведение «Мастер и Маргариту». Значит, были Польша и Москва и прочее. И в конце, когда закончился фестиваль, режиссер из лучших исполнителей выбрали и сделали сводное представление. И вот тогда я играл с Филипенко, Филипенко играл Азазелу, я играл Кота-бегемота, Боря Хмельницкий играл Воланда, Маргариту играла польская актриса. Польская актриса, да? Да. В общем, это было очень интересно. А как языками? Ну, а нет, она говорила на русском с акцентом, ломаном, но она говорила на русском. Поляки знают, да, это было очень интересно. Там много было шоу, всяких приспособлений, фейерверков. Спецэффектов, да? Спецэффектов, да. Но я хочу сказать, что в начале, когда я выходил на сцену, вот в 12 часов мы показывали представление. Харьковский театр. Я выхожу, а музыки нет! А я по музыке должен выйти! А я иду, думаю, что же, где же музыка? А наибольшой экран показывает мое лицо. Я в коте, я там должен, подчиняя примуса, срок подчинки полчаса, думаю, где эта музыка? И начинаю пить из примуса. А начинаю вроде бы глотать, и этот кадык показан там. В зрительстве, Занусе был, режиссер польский в комиссии. И я сам думаю, где эта музыка? И в конце уже, потом бук, дали музыку, действие пошло. Польский режиссер. Потрясающая актерская игра. Если бы не накладка, этого бы не было. Я думал, где эта музыка? В конце я думаю, как это начнется? А кадык показан величие. Какая потрясающая школа! Вот, и, казалось бы, накладка превратилась в художественный образ. И задан был ритм спектакля, который прошел в горах. Да, хотелось бы по этому поводу сказать. И все газеты тогда писали, что кот мира, лучше кот бегемот. Тогда, после фестиваля. После фестиваля, ну вот мне так удалось. Ну, я делал там кульбиты, я стоял на голове, я делал колесо. Это были импровизации? Это было, нет, вот импровизация вот здесь, когда... Вот это импровизация была. Чтобы это было интересно для зрительской аудитории. Что бы мы ни делали, мы говорим, ой, как он органичен. А зрителям это неинтересно. Потому что есть разные направления школ. Многие зверх театральные, МХАТ это более проживаемое. Есть вот, есть разные школы, разные направления, и они интересны. Но я думаю, что, что бы мы ни творили на площадке, как бы мы себя ни оценивали, если для зрителя это будет неинтересно, то, конечно, такое творчество нам не нужно. Я так думаю. Потому что наше исполнение, это должно отражать интерес зрительской аудитории. Но есть сейчас тенденции, такие как импровизационные спектакли. Я бы даже сказал, это не спектакли, а проекты. То есть вот собираются люди, да, вот звезды, звезды кино, вот московские какие-то там, Гоша Куценко у него свой какой-то вот есть, проекты, вот, которые он собирает. И как вы к такому вот... Понимаете, в чем дело? Я думаю, что это некоторый элемент халтур. Халтура. Халтура, которая предполагает что-то заработать. Я думаю, что подобная халтура никакого отношения не имеет к искусству театрального творчества. Я так думаю, я могу ошибаться. Нет, храму оно может иметь. Халтура есть и в храме. Но в храме нельзя выражаться. Вот так я предполагаю. Я с вами согласен. Что все-таки театр – это, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, истина страстей и правдоподобие чувств в данных предполагаемых обстоятельствах. Если это не происходит, то это все обозначение действия. Что такое главное для актера? Это действие. Если действие проживаемо, то значит жизнь, она как-то затрагивает. Да, кстати, я беседовал перед смертью Скопица, который вел очевидное невероятное. И он говорит, это относится к актерскому искусству. Если актер проживает, он испускает определенную реальную волну, что зафиксировали физические новые аппараты. И эта волна распространяется на весь зал. И вот эта волна затрагивает эмоциональную часть сидящего. А тот, который бугнит, халтурит, он ничего не испускает. И, конечно, это не трогает зрителя. Трогает. Действительно человек испускает определенную волну. И в эту волну затрагивает весь эмоциональный ряд сидящего в заде. Флюиды. Ну, многие называют флюиды, но действительно Копица сказал, что это зафиксировано, потому что технология рвется, и все, так сказать, развивается, она рвется вперед. И действительно, поэтому органичное, эмоциональное проживание, погружение в предлагаемые обстоятельства, а не формальное существование. К сожалению, сейчас в кинематографе один и тот же актер в разных фильмах играет один и тот же образ. Это ужасно! Ну, как раз, селся на свой талант. Нет, не он, селся сейчас продюсер. Он ничего не понимает. И они берут часто раскрученные лица. И вот эти раскрученные лица уже надоели зрителю. Зритель щелкает канал, это не годится, это один актер. Он уже, зритель, не понимает, что актер играет в этом, или что он играет. Он играет один и тот же образ в разных, как бы, художественных, драматургических направлениях. Ну, как вы думаете? В общем, это халтура. Халтура, по-фалтуру. Но я скажу почему. В советское время на серию давалось полгода, чтобы снять. Сейчас сколько вы думаете? На серию? Да, на одну серию. Два дня? Неделя. Ну, да. Неделя. Поэтому все эти процессы, вот в течение недели, и вот эти все процессы, конечно, они даже закладываются в начале, ну, халтурный способ существовать. Я вам скажу, Франция, и вот я снимался с Жераром де Портье в фильме «Распутин», французы снимают абсолютно по-другому. Если у нас снимают по крупности плана, общий, средний, крупный план прописывают, но у нас отсутствует такой художественный элемент, как ракурс. Почему? Из-за световых моментов. То у французы снимают, у них повышенная пленка, сразу ракурс, крупность плана, все сразу в кадре. Вот он двигает вот так вот, камера, у них, в общем, интерес. Но они 8 часов, если съемка, безостановочно снимают. Там нет особых переговоров, все, репетэ, 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 съемка. Они бегают, репетэ, 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 съемка. И вот было ужасно, мы снимали сцену, я играл доктора Боткина, царя. Володя Машков играл царя. И вот нас как бы в подвале расстреливают. Осень. Нет, ранняя весна. Бетонный пол. И все вот эти сестры стоят. И вот эти винтовки, когда стали нас стрелять, пули настолько реальны, вообще вот эти вот навешки. Такой взрыв. А, значит, студентка одна была, княжна, упала в обморок. Володя Машков первого, как бы царя. Ну, потому что это ужас, гул. Упал на пол и на бетонном полу лежал 40 минут. Он первый упал. Я лежу, уже шепчу, ребята, ну накройте ли дверь там сквозит. Нельзя! Французы. Правда, они неплохо платили. Из-за этого. Я говорю, ну накройте, потому что они там снимают что-то другое. Ну, в общем, каждая, я думаю, страна имеет свой прием. Вернемся немножко к театру. Да. Вы говорили о том воздействии на зрителя, когда эти потоки идут. Может быть, они же и заставляют вас, они же и тянут вас на сцену сыграть. Вообще, чем хочется играть? Я вам скажу. Конечно, настоящий актер, он ждет реакции зрителя. Ну, а не равнодушие, фантики, номерки и уход из зала. Конечно, для актера каждого это травма. Когда, вот настоящий актер всегда прижим. Какой-то зритель ушел. Но зритель может уйти, потому что надо домой. Потому что надо уехать на поезд. Куда-то. Самолет, да. Но психологически для настоящего актер это переживает. Халтуржи, да ладно, ушли, и бог с ним. Вот что влечет актера, исполнителя. То, конечно, это, еще раз подчеркну, реакция зрительской аудитории. Как потрясающе устроена жизнь. Вот смотришь на человека, как он рассуждает, общается, жестикулирует. Завораживает каждое его действие. Будто бы, если вдохнуть полные легкие этого волшебного воздуха близ него, то можно удержать себе хотя бы маленькую частичку этой теплоты и добра. А что значит актер от неба? Талант – великая сила. Сколько мы знаем примеров из истории, когда талант одного человека меняет ход мировых событий. Да и вообще, не бывает без таланных людей. Можно быть более или менее талантливым или харизматичным. Но без дара вовсе так не бывает. Тем более среди тех, кто выбрал для себя профессию актера. К отелю, где остановился президент, стянуты многочисленные серии полиции. Район патрулирует бронетехника и бойцы спецподразделений. На крышах дежурят снайперы. Кинологи с собаками на всех прилегающих. Ну как дети? Это беспрецедентные меры бежать. Чего ж так сложно? Тревожная кнопка от охранного агентства «Бастионсервис» обеспечит здоровый сон и сохранность имущества. Подробнее об услуге на «Бастионсервис Харьков.ЮА». И чтоб вы себе не думали, речь таки не о паровозе, а о такси. А тому, кто таки догадается, какой номер набрать на мобильнике, мы пришлем 5 гривен на телефон. С 1 по 3 листопада Харьковский офроад-клуб спільно с основным спа-курортом Буймиревка проводит спортивные змагания на позашляховых автомобилях та квадроциклах «Буймиревка Трофи-2013». Приглашаем вас на «Буймиревка Трофи». Несмотря на осеннюю погоду, будет жарко всем – и участникам, и зрителям. Песок, вода, Трофи-2013 – будет все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова